Махарадж говорит, «Вайшнавы очень милостивы». И в Писании приводится это высказывание о том, что там поется, что у вайшнавов сердце мягче, чем масло. Вначале, когда мы сравниваем масло с маслом, мы можем ошибиться, потому что масло, оно тает, конечно, но оно тает при нагревании, то есть когда под воздействием огня, а у вайшнавов сердце тает, в этом огне не нужен, оно тает еще до этого. У вайшнавов сердце тает, видят он, как страдают люди в этом мире, поэтому их сердце мягче, чем масло. Да, они говорят, «Вай, они так милостивы, но это любовь, он наш род, мама, все любовь». Поэтому он приехал к этому вайшнаву, так что, все живы, грубовы, которые переживаются на этот материал, и каждый год, они тренировали макриал, как fallen из холодом. И они приводили в этот вайшнавы, это в мир就會 душ, которые примtillray в один форме, это Горус. Поэтому, когда они пришли в этот вайшнавы, то, что они вошли в падении, он имел, теперь мы пытались говорить о своих сосках, как живы. Когда вайшнавы так прославляют вайшнавов, они говорят не о себе, они говорят о тех, перед кем они преклоняются, о своей гуру, о своих учителях. И Махадж говорит, вайшнавы они видят, они знают о том, как люди страдают в этом мире, они знают, что они попали сюда и находятся в темнице, каждый в своей камере мучается. Они это видят и знают без прекраса и без иллюзий. И поэтому из-за этого давят их сердца. Да, они говорят вайшнавы, это Срипад. Один название вайшнавы, Сримати Радхарани. Да? Радхарани, Срива, Срива, Соса, Морган, Кришна, Морган Сримати Радхарани. В Бриндаване, вначале вставляется титул Шри и Пад. Что означает Шри и Пад? Шри — это Шри Матери Радарани, а Пад — это ее стоп, это те, кто находится у лотосных местах Радарани. Вот точно так же, как милости во Радарани, а это знают все, кто находится во Вриндаване. Вот точно так же, милостивы и те, кто находится у ее лотосных стоп. Во Вриндаване, Махнатинова, и там, поскольку Радарани молит сотворение милости, все на это только надеются, и поэтому там такое произносят Рады, Рады, Рады на улицах. Да, это Рады, 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 и тогда Вриндавана говорил всем Рады, Рады. Кришна Himself говорил, если вы возьмете имя Рады, Кришна думает, что я не верю к ним, он принимает имя Сатти, и тогда Кришна дал Свою бхати, и тогда Кришна говорит его Рады, и когда Кришна слушает имя Рады, и тогда он следил к этому человеку, где эта человек вошел. Кришна также следил к ним. Когда Кришна только слышит Рад, он уже испытывает огромное чувство долга перед этим человеком, он произносит имя Моей Шахты. И когда человек просит полностью Рад, Га, то это уже на Кришну такое влияние, что он просто начинает бежать за этим человеком и скажет, куда он идет, что он идет, он уже буквально полностью интересуется его жизнью. И это говорит, что если человек не знает, если человек пришел к Вриндавану, или принимает Сриматирадхаранский имя, то Радхарана будет очень радостно чтобы у morать. Вы можете рассказать вам эту историю, как у нас это издание, он будет тихо за судьбу, и обману к себе. Да? Да. Даже если человек попадает в Вриндаван, совершенно не понимает славу Вриндавана, совершенно не понимает имя Рады, но если так получилось, что он произносит по Вриндаване, когда она не может удержаться, она там всех одаривает своей милостью. Махараш попросил мне рассказать историю об одном безумце. Однажды у мужчины была очень замечательная жена. Она была необычайно красива, у нее были все качества прекрасной жены. Она была верная жена, она всегда ему служила. Ее звали Кишори. И в юности, когда она еще была молода, она оставила, она оставила это тело. И тогда муж просто сошел уже с ума. Она была ему настолько предана, он ее настолько любил, что в момент ее ухода он просто сделал так, что он просто обезумел. В этом безумии он где только не бродил и плакал, Кишори, Кишори, где ты, моя Кишори, куда же ты оставила, куда же ты, однако, вот ты меня оставила. Он просто не мог себе представить свою жизнь без своей жены. И так он забрел во Вриндаван. И когда он во Вриндаване днем и ночью плакал, Кишори, Кишори, где же ты, Кишори? И в этот момент Радарани, а игры Кришна не всегда происходят в Вриндаване. В Вриндаване все знают, что только один из истории Радарани. Это женщина, которая всегда была 30 и 30 лет. Она никогда не была новой, больше, чем эта история. В Вриндаване все знают, что Кишори, это имя Радарани, это обозначает то, что она очень юна, она девочка-подросток, вот этот возраст Кишори. И когда этот безумец днем и ночью плакал, Кишори, Кишори, где ты, моя Кишори? В этот момент Радарани со своими подругами, с Лалитой, Вишаккой, она услышала это. И тогда Радарани настолько трогала это сердце, она говорит, Лалита, приведи мне этого человека, «Посмотри, он во Вриндаване, какой совершает баджин, посмотри, он повторяет мои имена». «Что ты?» — стала ругаться, Лалита. «Какие твои имена он повторяет? Какой баджин?» Он просто сумасшедший, потому что его жена умерла. Он плачет по своей жизни, он совершенно не о тебе думает даже. Радарани немного расстроилась, и она дальше слышала, «Кишори, Кишори, где ты, моя Кишори?» и плакал на взрыв. И тогда Радарани не могла уже больше это слушать. Она говорит, «Лалита, ну посмотри, ну пусть это имя его жены, ну пусть ей дали имя, но ведь моё же имя-то ей дали. Это имя Кишори, это моё имя. Ей просто дали её имя, и поэтому он повторяет имя, моё имя. Ну как я не могу подарить ему своё имя? Приняди его сюда». Когда Лалита привела этого безумца, который плакал по своей жене, который буквально сошёл с ума своей материальной привязанности, теперь он был одним безумцем, после Даши, наверное, превратился в другого безумца. Тогда он тоже опять стал плакать, «Кишори, Кишори!» Более на взрыве. So, so we are always we are chanting, «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Hare, 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 Рама, Hare, Рама, 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 Hare, 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 Кришна, Hare, Krishna, Кришна, Кришна, Hare, Hare, Рам, 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 Раи, Раи. Итак, вы всегда читаете эту «Хари Кришна» ма-мантра, «Хари» означает «Нерва Басримати Радхарати», который всегда приводит к Кришна за любовь, красоту и все, всегда приводит к Кришна, поэтому его имя «Хари». Итак, «Хари Таймарадарани», это ее имя, которое обозначает, что она «Хари», она «крадет». Она «крадет сердце Кришны», она «крадет ум Кришны», поэтому мы называем «Хари». Итак, «Хари» . Вы знаете, что я читал в Вайшнаве Тагуру, «Хари Таймарадарани» «Тасримати Радхарани» «Одинальный человек – Вайшнави» «Он его имя – Кришна». А кто же изначальная Вайшнава? Радхарани – это тоже к ней обращение. Итак, «Радхарани» называют Кришна. Кришна – имя Кришна «Хари». Если вы хотите получить мальчик, то вы получите башнаву, и вы получите башнаву, и вы получите башнаву. Я остался там, и этот сердцем находится здесь, и мой сердце находится здесь. Таким образом, башнава башнава, вы не можете получить блог, поэтому бхаджана упоминает это. Если вы хотите получить святое имя, ведь Кришна, он с тобой, ведь Кришна в твоем сердце, поэтому подари мне этого Кришну. Когда Дурваса прибежал за помощью к Нарайне, Нарайне ему ответил, ты думаешь, я здесь? Я совершенно не здесь, меня здесь нет. Я в сердце у Амбариши Махараджа, которого ты оставил. Если ты хочешь найти меня, тебе нужно идти туда, к нему. Отлично. Владимирне. Пряослядь кни прзя device на другом ваших нету. - Этот лорд, этот Кали-джу, он принимал в пять форме. Срикршна-чайтанна, он назвал его, когда он был саньяси. Срикршна-чайтанна, который весь мир дает в Кршна-консовесе. Поэтому он назвал Срикршна-чайтанна. И это не разумно, как Кршна, это очень важно. Он был в бададе-брахов, в ориенал-хове, гуртаттва. И там он принимал в других форме, в Маха-висну, это экспонсион. И этот Кршна-марси, он принимал в форме Срикрадхар-пандиты. Это Кршна-сатти-радхарани. И это Сривас-пандиты, это огромный депутат. Он сам Нарад. Теперь, Господи, принимал в пять форме с Кали-джу, и в каждую очередь он прожил этот священный название. Поэтому, когда вы прожили этот священный название, вы прожили это Кршна-чайтанна. Итак, сейчас мы будем петь пранаму-мантру Панчататтва. Что такое Панчататтва? Когда Верховная Личность Бога, Шрикришна-чайтанна. Шрикришна-чайтанна – это имя Саньяси, имя Вишрамвари. И Шрикришна-чайтанна Махапрабху пришел в этот мир, Верховный Господь пришел в этот мир для того, чтобы подарить Святое Имя. Он пришел, чтобы превратить весь мир в движение сознания Кршны. И Он делает это в пяти образах. Он пришел в этот мир с Нитянанды Прабху, который является самим Баладевы Прабху или Учителем. Он пришел в этот мир как Адвай-тачаря. Адвай-тачаря – это тоже его другой образ. Это сам Каранда Каша Вишну. Он пришел в этот мир, как Гадай-дар палит, как вся шахтия, как все шахтия, как вся сила Господа. Он пришел в этот мир как Шиневастаху, как преданный, как прекрасный, высший, чистый преданный. Так Господь сейчас в этом мире, в этих пяти образах, превращает весь мир в сознание Кришны. Прабху, сейчас делаем этот Киртан. Этот Киртан объясняет, что эти пять человек, что они дали нам. Этот Киртан объясняет. Шикришна Чайтана Прабху Даякара Моди. Будет быть о том, что вы же принёсший Шикришна Чайтанн Маха Прабху! Шикришна Чайтанн�로 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Но вы не знаете эту харикатху, и вы дадите равен этому нектару. Эта нектара — это из-за брака, и эта харикатха — это из-за брака. Как же это равен этому харикатху в нектаре? И описывается история Бхага о том, когда полубоги узнали о том, что будет такая харикатаха, Дашукадевка с вами будет давать самую возвышенную харикатху на земле, тогда они пришли к нему с намерением обмена. Они принесли ему свой сосуд с нектаром бессмертия, который сам пьет эту сому. Они принесли ему взамен. Мы дадим это парикшиту Махараджи, ему это не нужна харикатха, ему достаточно будет этого сосуда. Вы лучше идите к нам и нам расскажите эту харикатху. И тогда Шукадевка с вами рассердился, мне сказал, как вы можете сравнивать свой так называемый нектар бессмертия, который просто ничем не лучше, чем блестяшки, чем осколки стекла с алмазами. И он прагнал его к Богу. Итак, в этом харикатхе, сейчас появляется вопрос. Они очень много нектар. Все, кто хочет идти на земле, 喝ать этот нектар, он становится исчезанным. Даже если этот нектар, этот деби-гут, он делает очень тяжелый, он делает весь осен, он делает весь осен, он делает этот нектар, он делает весь ο háacı. И ведь и деби-гут имиди-гут и он делает 4 деби-гутenger, и когда бессмерти , Нектар бессмертия осколками стекла и нектар бессмертия осколками стекла. Если задуматься глубоко над этим эпизодом, то можно недоумевать, как это возможно. Потому что этот нектар бессмертия, который тот просто пренебрёг, как осколками стекла. Для того, чтобы в этом мире появился этот нектар, для этого полубоги спахтали весь молочный океан, чтобы его добыть. Это даже не океан, как на этой планете. Они спахтали молочный океан. Господь сам принимал четыре инкарнации лично. Без него этого не было возможно. Четыре инкарнации. Обычно для того, чтобы установить дарму, для этого нужна только одна инкарнация. А чтобы получить этот нектар бессмертия, нужны были четыре инкарнации Господа. То есть первое — это ему пришлось, когда полубоги решили спахтать океан, невозможно было на чём спахтать, кто удержит. Даже если, когда сказали, что для этого нужна гора Сумеру, на что закрепить эту гору Сумеру? Тогда сам Господь стал мать Аватары, этой огромной гигантской черепахой, на которую установил саму гору, принесли на его инкарнации горе. Затем, когда появился нектар бессмертия, а до этого они все пережили страдания определенные с ядом, когда появился сам сосуд, кто мог это принести? До два нектара, то есть следующая инкарнация Господа. И потом демоны просто забрали себе этот нектар, и никто бы им не помог. И Господь опять является в образе прекрасной женщины в махине. Четыре инкарнации потребовал для того, чтобы этот нектар бессмертия появился в этом мире. Ашукадеп Госвами пренебрегает им и говорит, что это просто осколки стекла. Если Вы приходите и так, с таким намерением, с таким желанием, Вы не достоины слушать Харикатву, и поэтому Он их прогнал. И Господь донес этот нектар, и говорит, что это просто осколки. Да. И когда Гару донес этот нектар, сосуд с нектаром, четыре капли упали на эту планету. Из-за того, что эти четыре капли туда упали, в этом месте, за четыре места в Индии, там происходит грандиозное комбо мыло. Туда съезжаются миллионы людей, чтобы просто принять в это, где упала эта капля, чтобы принять в нее омовение и получить силу этого нектара бессмертия. Хорошо? Так что это означает, что это означает. Так что Вы слушаете Харикатху, это означает, что Вы большее, чем демигант. Почему? Демиганты даже не говорят, что Харикатху не существует. Вы знаете, что Харикатху не существует, они также существуют. А мы сейчас слушаем эту Харикатху. Это говорит о чем? Ее ведь нет даже на сварке. У полубогов нет такой возможности. О том, как удачливо это место, это земля и мы, которые делились здесь, чтобы слушать эту Харикатху. Да. Так, Суpta Прога с Вами, но сварглива, это не так позволяет. darum, это несчастный нектар не существует в вау-брахмах, где летом-брахмах, там, около 7 планеты, но вау-брахма-брахмах нет. Вау-брахмах, они тоже не существует в Харикатху. Но и брахма-брахмах и сва-брахмах, они-сарасвати, они старе смотрят в�ани, что они советовали, они приехали на брахмах, и пришли к планету Земли, слушая харикатху. Когда Господь Брама и его супруга Сарасвати хотят услышать эту возвышенную харикатку, они спускаются вниз до земли, чтобы это сделать. Субтитры сказал, что когда Санкар и Бхарбати хотят услышать, они оставили этот мир материал. Когда Агастери Си, они спускаются на первую очередь. На этой высшей планете в материальном мире, но еще и на Шива Локи, которая находится еще выше, тоже нет этой харикатхи. Шивы тоже приходится своей супругой Парвати спускаться до земли, чтобы ее услышать. И когда Брама и Шива приходят послушать харикатку, они приходят сюда не в одиночку. Все оба они приходятся своей супругой. Зачем? Зачем они приходятся своими супругами? Да. Если только с мужем приходится на харикатхи, он понимает, что это говорит о Криснах. Если кто-то слушает харикатхи, он должен быть в бхажане. Но если бхажане, если эта женщина не приходится, он не знает, что это говорит о харикатхи. Если же тащи, когда он читает харикатхи, он должен быть в бхажане. Если саша всегда будет как раз chant, то он выглядит как говорится. Когда он писает, когда он читает, то что для нас читает технические ампы. Она в «Хари Krishna, Hare Krishna». Если their wife приходит или нет, если она же понимает, что затем понял, что problèmes water to bed, они и они уже начнут говорить «妈,mas rę иmas ей блокки». Радиals дожет тебя упомянула лопат «妳 этоacles в неделю» «Vиция deal-муляет вologную мару, propagation, девочки должны вернутьсяshirt сейчас она опытная Харикатху, нет никакого, никакого, никакого. Но если двумя приходят в Харикатху, если двумя понимают благословительность Харикатху, то двумя друг другу помогают. Почему? Харикатху, Харикатху тоже помогают. Почему? Они двумя хорошими и другими. Харикатху, слушать баджан, то он тогда неизбежно будет совершать баджан. Жена её будет постоянно упрекать. Чем ты там занимаешься? Почему ты не работаешь? Почему больше денег не стараешься заработать? Всё время на чётках тут перебираешь чего-то, только время теряешь и так далее, и так далее, и так далее. Если же жена начинает совершать свой баджан, то тогда муж начинает сердеть. Он же не слушал Харикатху, он не понимает об этом. Он не слышал о прекрасных игрок Крэшны, и он тогда тоже будет пилить свою жену. Ааа, с долгом рабашими делами не занимаешься, за детьми не смотришь, не выполняешь свои обязанности как следует. Господь Брама и Шива очень мудрые. Они знают, что семейная жизнь возможно только в том случае, если муж и жена оба приходят на Харикатху. Санкар говорит, Сукдава Господь говорит, что парвати, что Харикатха очень-очень, что не присутствует в Сива. Но если не присутствует в Сива, то есть Харикатха не присутствует. И в байконтах тоже не присутствует. Савидови Святой, Савидови Туласидаси, Туласи Рама, ына, Вулагая, О Гаруна, Жааха басаи бхусо нда, Рама-чарана, Ати-бхакатия-ганда. . Он говорит, когда Гаруна не стоит, он не слушает ларусь. В первую очередь он оставил этот байкунда лог, и потом он пришел в этот мертвый лог. Вот этот планета, где это? Харикатха. Он оставил этот байкунда лог, и он оставил его байкунда лог. Он отправился вниз на эту мертвый лог, в это место смерти, на эту планету смерти, для того, чтобы послушать Харикатху. Даже на байкунхе нет этой Харикатхе. Ах, now telling, you are very, very fortunate. Even this day here, listen to Harigattha left this planet of this Svargala. Brahma, he left the Brahma-log. And he, Sankara, he left to Siva-log. God left this Bajkundhalo for listening to Harigatha. But these Moscow devotees, they never lived in Moscow. This Harigatha himself, this Moscow, now you are taking bath in this Harigatha. That means you are very, 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 very fortunate here. and you are very, 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 very good. And the eyebrows of this is coming. And the ancestors of the Kildhalo is coming from Moscow. And the Pharisees of the Kildhalo is coming from Moscow. But they are very, very fortunate to have left to Moscow. And the Pharisees of the Kildhalo is coming from Moscow. Митая гауру преманан Де. Митая гауру преманан Де. Хариво. Many times you have heard how these Vraja Gopis, they are glorying this Krishna, how Krishna's Katha is so so glorious. Many times you have heard how Vraja Gopi they are telling, табхатхамритам, тапта-живанам, kabhi-ритам, kalma-sapam, śravanamangalam, śravanam, śreemadātata, bhubhigrīnanthike, bhurigājanam, śahinandana-sana, jaso dagi-rebanam, ཁ-va-moh-vara-e-sri-mah-dhamam. In true true, money, money class you have heard, if somebody listening to Harikatha, there got 7 benefits, Vraja Gopi you can tell, У нас есть 7 лекций. Никаких вопросов, почему вы оставили нашу работу, домашнюю работу, все, работа. Теперь вы сидите 2-3 часа. Почему 2-3 часа? Харикадхи и Господь могут оставить эту лекцию. Почему я прихожу и слушаю Харикадху? Гопи подробно объясняет, что слушая Харикадху не получает 7 видов превосходных благ. Да, несколько раз вы услышали, это 2-3 часа, 1-3 часа, тава-катха-мритам. Браджи Гопи говорит, О Кирилархи, ваш пасха не пасха, ваш пасха не пасха, ваш пасха не пасха, если кто-то пахнет эту пасха, он будет 3-100 дней. Вы знаете, горохи Голога-Бриндавань. Мой испытывай в свою пасха, почему этот Крั้лкатхи он не пасха не пасха. И второй, большинство, что все нарушают по растению this материалу. Все нарушают 7 типы, это то, что все нарушают в этот материал. И слушая к этому Харикадху, это то, что они совершенно вернуты. Это два и единственные баллахи, по мере Брадхи, мы употреблялись подробноись в эту раку. Мы читали этот стих, где Гопе писал «тава-катамритам» и «тава-тадживанам», где в первом стихе мы объясняли о том, какие бывают виды нектара бессмертия… Нектара бессмертия говорит огонь, но все шрифты отмечают. Многие говорили, что я говорю, что я говорю. Я говорю, что я говорю. Итак, сначала Писание утверждает о том, что нектар бессмертия находится в океане. Правда, они говорят, что ничего подобного нет в океане никакого нектара бессмертия. Если бы он там был, то воды океаны были бы по крайней мере безвкусные. Они бы были необычайно сладкими, как сладкий нектар. Каким образом может быть сладкий нектар бессмертия среди солёных океанов? Нету там настоящего нектара бессмертия. Далее Писание говорит, что вероятно, ещё также находится нектар бессмертия на Луне. При этом они не верят этому ничего подобного, тоже полная неправда. Если бы у Луны был бы этот нектар бессмертия, она всегда была бы полной и прекрасной. Она всё время уменьшается и исчезает куда-нибудь. Затем в Писании говорят, что нектар бессмертия находится на устах женщины. Правда, они тоже этому не верят. Ничего подобного. Если бы он там был, мужчины бы не умирали. Они умирают обычно ещё быстрее, чем женщины. В России это можно видеть. Поэтому при этом не верят ему нектар бессмертия. Гопи говорят, тавакатавры там, истинный, подлинный, настоящий нектар бессмертия находится только лишь в Харикадхе. Только там человек может найти это истинное бессмертие, сладкое бессмертие. Не просто бессмертие, не просто вечную жизнь, наполненную страданиями. В Харикадхе человек обретает прекрасную жизнь и прекрасное взаимоотношение Шри Кришны. А потом во второй строке… Таптаджива намолся? Нет. Коротко тоже расскажу. Вторую строку мы потом… Просто Махарша сказал это более подробно, я быстренько. Завтра лекция тоже в 9 часов утра приходите. Таптаджива нам. Гопи поют. Таптаджива нам. Твоя Харикадха избавляет от страданий, от любых страданий. В этом мире семь видов страданий. В этом мире страдания от рождения, в этом мире страдания от болезни, страдания от старости, немощи, смерти. Страдания от других живых существ, страдания стихий непеста, и, что хуже всего, это страдания собственные, от собственного ума. Таптаджива нам. Харикадха помогает избавиться от этого навсегда. И глупый поэт Каптима-то и объяснял, Аповар Гавартамани. Он говорит, что Харикадха превращает из человека в человеку. Человек в этом мире живёт как лошадь, как ездовая лошадь или как трудовая лошадь, как быт, который пашет, пашет. У него были просто иллюзорные цели. Он пытается всегда, старается гониться за эфемерной мечтой. И поэтому совершает он загнанный, он просто как загнанная лошадь. Гопи объясняет, если вы будете слушать Харикадху, вы больше не будете такой трудовой, бессмысленной лошадью. Вы станете людьми, не просто людьми. Они говорят, у вас больше не будет идти пена из-за рта. Знаете, иногда люди, они просто сгорают на работе или безумеют от своих материальных несбывшихся желаний. Они иногда кончают самоубийством. Гопи говорят, если вы будете слушать Харикадху, с вами такое никогда не случится. Харикадха нас спасает от этого. Гопи говорят, человека па-па-бха, па-ба-ба. Человек перестает совершать бессмысленную растрату своей энергии, своих сил и своего драгоценного времени. Он уже чётко знает, что является полезным и что является бессмысленным. И поэтому это огромный, это самое лучшее использование своего драгоценного времени в своей жизни. Бхат. Человек, слушая Харикадху, избавляется от страха. От страха за то, что начальник может наругать его, выгонять с работы. От того, что если он придёт на Харикадху, он лишится работы. Человек от того, что его жена прогонит, и тогда ему придётся просто умереть с голоду. Он избавляется от всех своих повседневных страхов. Тех страхов, которые питают нашу жизнь, которые заставляют нас хоть что-то делать, бежать от этого страха. И самый главный Харикадха спасает нас от страха перед смертью. Это самый главный, самый карающий наш страх, из-за которого мы совершаем много глупых действий. Харикадха делает так, что преданные, они испытывают блаженство в этот страшный момент для других. Преданные, я много раз слышала о том, как преданные, когда уходят из этой жизни, они уходят с улыбкой на устах. Почему? Потому что это момент встречи с теми, кого недолго ждали. И небольшая аналогия. Точно так же, как пасть кошки, она является смертью для мышонка, точно та же самая пасть кошки, она является обителю ласки и нежности для котенка. Вот точно та же смерть, она неумолимо больна, мучительна для человека, который никогда не слушал Харикадху. И для тех, кто слушал Харикадху, та же самая смерть — это тот же самый прекрасный Кришна, который только вечно нас ждёт. Вот это великие семь благ, которые получает человек, слушая Харикадху. И вот это последний? Это семь бенефит от Харикадху. Да? 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 Харикадху. Великий Киртан, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, те, то есть, Махарадж просит каждого из вас, во время Киртана хлопайте, пожалуйста, в ладошки. Я не могу сказать, что наши риши муни там держат какие-то правила и революции в духовной жизни. Вы не думаете, что это просто спекуляция мозга. Это правильный сайт, который есть. Вы не думаете, что процесс, который подарили нам риши, он просто выдумка, фантазия. Там все имеет глубоко научные условия и нет ни одного лишнего движения. Вы же все образованные люди. Вы прекрасно понимаете природу, современной науки и вообще каких-то современных утверждений. Это все постоянно передумывается, переписывается и меняется. Сколько раз они, учебники, переписывались и будут переписываться. Но в нашем Бейх, Гитта, Бхагавар, Упанисар, в том, что в одной книге, даже в одной книге, никто не будет опровергнуть и изменить. Вы не понимаете, что это истинная наука. Да. 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 Вы понимаете, что эти материалы из материалы нет. Настоящие ученые — это те возвышенные, чистые прежними. Настоящие преданы, на которых не влияет иллюзия. Когда иллюзия влияет на человека, то он не может правильно воспринять реальность. У него описываются четыре недостатка, из-за которых он постоянно ошибается по пониманию истины. Брам, Прама, Каранапатава, Випроликса. Брам, он неправильно считает о том, кто он. Он думает, что он — это тело, и именно поэтому он не способен увидеть истину. Далее, он Прама, он невнимателен. Ну хорошо, если его хватит на 20-30 минут восприятия информации. Ну кому-то может быть больше, кому повезло. Вот это наш недостаток. Абсолютно истина необъятна. Как мы можем это сделать? Каренапатава. Каренапатава — наши чувства. Мы всегда склонны из-за нашего собственного эгоизма и определённых желаний, мы склонны к самообману и обману других. И последнее качество — это наши чувства несовершенные. Они даже менее развиты, чем у животных. То есть если взять наше чувство слуха, боняния, сизания, зрения, оно даже гораздо менее развито, чем у животных. Но у чистых преданных, у Риши, у Муни, у них нет. Они прекрасно понимают о том, кто они в своей сворудке. Они прекрасно понимают о том, что такое абсолютная истина. Они не засыпают во время хорикотки. Они видят её воочию. У них чувства совершенные. Мы не можем видеть за этой стеной. Они могут. И поэтому то, что дают нам Риши, Риши Муни, вот это настоящая наука. Вот это лишено любых материальных недостатков. Хлопать в ладоши надо. Хлопать в ладоши. Большие муни, когда сказали нам хлопать во влоше во время хиртона, прежде всего думали о нашем здоровье. Они гораздо лучше понимали акупунктуру, чем современные специалисты. Они знают, что тут у нас соединение со всеми органами. Это очень важные части нашего тела, которые влияют на наше полное самочувствие. Поэтому если человек очень хорошо хлопает во время хиртона, у него работают прекрасно все органы. То, что не работает, оно отмирает. А то, что работает, оно всегда в тонусе. Видите? Да, и Эвенол пытался члопать громко. Да, я думаю. Махараджи до этого всё время говорит, постоянно ходят люди к астрологам и тратят безумные деньги. Для того, чтобы посмотреть на эти линии, что же там будет. В основном, конечно, 90%, 99% — это просто мошенники, которые собирают эти деньги. Но даже если это будет замечательный астролог, даже если он скажет, да, да, вот это у тебя в жизни деньги потрачено, а поменять-то он это не сможет. А мы и так знаем, что мы умрём. Поэтому, кто это может поменять? Это может, вот это всё создал Кришна, и только Он может поменять эти линии. Поэтому, когда мы Кришне аплодируем, когда мы Кришне восхищаемся, Махараджи говорит, у вас автоматически поменяются все линии на плохие и на хорошие. С плохих на хорошие. Поэтому хлопать — это очень важно. Махарадж просит, чтобы вы сами это экспериментировали, применяли в своей жизни. Когда у вас будет трудный-трудный момент в жизни, трудная ситуация, на самом деле какая-то беда, сядьте перед Божествами, сосредоточьтесь, начинайте петь для Божеств и хлопать в ладоши. И вы сами почувствуете, что сердцу станет легче, вы почувствуете облегчение. Эта проблема идёт на задний план, в конечном итоге даже линии поменяются. Нитая Ковру Приманан, Де, Мо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Он потратил, он их очень сильно унижал, в конечном итоге убил их. Мало этого он, не мало этого, к тому же, к тому же у него было 5, 6, 7 женщин лёгкого поведения, с которыми он вместе жил и вёл разгульную жизнь. У него было столько, много ужасных грехов, но даже он получил освобождение, стал святой Личностью, он ушёл в Духовный мир благодаря Бхагаватам. Да, когда Гокарна, или some Indian tradition, когда он был в гостях, Гокарна был в гостях, где есть лорд-лодус-вит, лорд-himself был в бендах, и после рода и мамы, он был в доме и был в доме и был в доме и был в доме и был в доме, и был в доме и был в доме, в доме и был в доме. Это был лорд-бендах. Но Гокарна, или его имя, я обраду, прасад, но он был в доме. Боже, брат, я был в таком очень больном активе, почему один раз, если мой имя 100 раз обраду, это срадха-сарабани, я не могу избавиться от этих больных активов. Это был в таком очень больном активе. После того, когда Дундукари убили эти проститутки, когда деньги у него закончились и бросили его в колодец, он, естественно, стал привидением, его убрали никуда. Ему просто приходилось мучиться и страдать в этом мире, продолжая давать страдания другим людям. И его брат Гокарна. У нас в Индии, когда человек умирает, то один из его родственников уезжает в Гаю. В Гае находится отпечаток стопы Господа Вишну. И ей, как Господу, предлагается пинду от этой души, благодаря чему Господь обещает, человек получает освобождение. Гокарна поехал и сделал ту пинду, но к нему опять пришел Дундукари как привидение в дом. И тот так удивился. Я же за тебя Господу Вишну пинду предложил. А Дундукари говорит, ты знаешь, я такой грешный, я такой низкий, если даже сто раз будешь предлагать пинду за меня, это просто невозможно. Да, но как он стал liberator от этих проститутов, когда Бог говорит о том, когда он п Hastанка говорит, « bread, я очень мощный, если вы трудно не гордите, то вы дашиятно умирали. нет». Бог говорит, вдруг Бог говорит, Бог говорит, если вы, то Вы его свободны не обещаете. И тогда Го-карна стала способом освобождения своего мучающегося брата. И в итоге Бог Солнца, Он сказал, что только Шимад Багвата поможет ему освободиться. После этого Го-карна читал весь Багвата. И поскольку этот Данту-карь был настолько грешный, тело привидения — это необычайно мучительное тело. Оно на месте даже не может стоять, оно мучается сильно. Чтобы он прослушал его мантры, заковали в Бамбург. И он все семь дней прослушал Шимад Багвата, после которого получил освобождение. Да. Итак, кто квалифицированный человек, слушая Багвата? Скажите, что если у вас есть мучительность, даже если вы не можете слушать Багвата, Багвата также принесла Шимад Багвата. То есть, когда рассматриваются наши качества для того, чтобы слушать Багвата, то для этого подходят как благочестивые люди, так и самые-самые грешные личности. И вторая вопрос, Габи. Если кто-то думает, «Не нужна Багвата-ката, я знаю все, да?» «Что я знаю? Я знаю все. Мне и так уже ничего не интересует в этом мире. Они считают себя освобожденными, находясь в этом мире». Там, Багвата 아무 Nextsp龍 feeling ишнампур « Ну ты не любишь Шукнефу Шукнефа-ката». Шукнефа-ката с Shaddaiа đang объехали, так что не нужно利 priorities, И Бхагаватам говорит, кем бы Вы там себя ни считали, Вы все равно не такие, как Шукадев Госвами. А Шукадев Госвами был абсолютно чист от иллюзии. Он как только родился, он сразу принял Саняст, он сразу бежал в блесну. Он был выше всего мирского. Но даже он был пленен, очарован Бхагаватам. Даже для него Бхагаватам это стала святыня. Кто говорит эту Бхагаватам? Кто говорит эту Харикадху? Говорит Шукадев Госвами. Шри Шука Увача, Шри Шиматирадика, Шука. Это ее попугайчик. У нее три вообще попугайчика. И вот этот попугайчик, который рассказывает нам Бхагавата, который пришел сюда, остался здесь в этом мире, рассказывает Бхагаватам. Про него Вайшнава говорит. Это тот попугайчик, который Шиматирадика безумно любит. И всегда кормит его семечками граната. Он с руки Радарани всегда кушает семечки граната. И Радарани учит его, передает послания, например. Однажды, когда, Махарав попросил рассказать историю, когда Радарани несколько дней не могла встретиться с Кришной, она просто была уже вне себя. Она очень сильно страдала. И не было никакой возможности даже одним глазком взглянуть на Кришну. Тогда у нее из уст просто вылилось стихотверостейшее, которое было полно ее этой боли, разлуки. А этот попугайчик улетел из Явата в Нандагаон. Он прилетел во двор Кришны, сел на ветвях Кришны и стал петь голосом Радарани этот стих. И как только Кришна услышал это, он ведь тоже сгорал от разлуки, он сразу приблизый к себе, сразу поймал этого попугайчика и стал слушать об этом. И даже когда... А Радарани — это любимый попугайчик. Она тоже по нему очень сильно скучала. Ее подруга Мадурика стала искать попугая, потому что Радарани теперь скучает также и по попугайчику. Она нашла у этого попугайчика в Нандагаонию Кришне. Она подходит к Кришне и говорит, «Кришна, отдай нам попугайчика. Этот попугайчик принадлежит Радарани. Тебе придется его отдать». Кришна говорит, «С чего ради он принадлежит Радарани?» Вот если он там принадлежит кому-то, то пусть он улетает с моей руки. А Кришна тоже его кормит. Положил ему тут эти семечки и гранаты. Конечно, делал попугайчик, никуда не улетел. Мадурика ждала, ждала, то он говорит, «Ну ладно, думаешь, ты хитрый?» И она пошла к маме Ишоде. Пришла к маме Ишоде и стала жаловаться на Кришну. Потому что Кришна забрал у них хитростью попугайчика и не отдает обратно. И тогда мама Ишода пошла к Кришне. «Кришна, давай сюда попугайчика». «Нет, мама, нет, это мой попугайчик. Это вот у меня клеточка. Это будет всегда попугайчик только со мной». «Ладно, ладно, конечно, попугайчик будет с тобой. Пошли, пошли. Тебе нужно сделать то-то, то-то, то-то». Она забрала этого попугайчика, спрятала и передала его Мадхурике. Так этот попугайчик вернулся назад. «Он настолько дорог Радаране и Кришне, что именно Его они оставили здесь, чтобы Он подарил им эту сладкую Харикатхму». Телень. Судеба-свами, когда он был в Барху, в тот же время, он оставил все, что, он потом понимал, «Осей". Он просто взял, кто-то не googал. Он вполне смеет. Он были принадлежали. Он полностью абсолютно взял Барху, но этот Бхагавад сачатхи, когда он только один слог, «Знасти, как Кришна, с настоящими прекрасними». Когда он только один слог бхагавада, тогда он только один слог, когда он смогли это сделать, «Он, сколько Кришна, какой он любит у вас». Так что, он приходит и читал все бхагават-катамы. Даже Сухдеву Госвами, большой прахмагьяни, только один слоган был, который был, это бхагат. Так что он пришел, чтобы слушать все бхагават. Это означает, что слушать бхагават, очень большой гьяни. Если он любит Сухдеву Госвами, он также пригодится слушать бхагават. Те, чье сознание не приличает ни в коем образом ничего самого очаровательного в этом мире. И у них сердце не дрогнет. Шукадев Госвами, когда родился, ему даже не пришлось проводить очистительную церемонию. Он сразу после рождения убегает, чтобы не иметь никаких связей с иллюзией, никаких связей с семьей. А кто у него там в семье? Отец Вьясаде, сама инкарнация Кришны. Махараш просто коротко об этом сказал. И этот Шукадев Госвами, которому ничего не нужно было в этом мире, он когда услышал в Ясаде, ища Шукадев Госвами от правил охотников, и те читали стихи из бхагавата. И этот Шукадев Госвами услышал о красоте Кришны. Мы так не можем понять, как он это видит. И поэтому он сразу бросился искать их охотников. Эти охотники поймали эту птичку, этого Шукадев Госвами, и привели опять в Ясаде. И там вот в Ясаде он получил и передал нам весь бхагаватам. Да. И так сказать, что человек, который слушает, очень простой, очень простой, очень простой, очень простой человек, они тоже могут слушать. И так, Шукадев Госвами, они тоже могут слушать. Ясадя, И так называю, что он неTA ни одного партия. Не тринь, но это не одна степь. Ясадя, это не Hana, И о чем Шримад Бхагаватам? Шримад Бхагаватам открывает нам самую возвышенную тему, самое возвышенное в Писании, оно дает не просто что-то касаемое в этом материале в мире, оно отписывает это тоже, но оно и дает самое высшее, то есть описывает Верховную Личность Бога в полном виде. Она описывает Шри Кришну, когда Он в Двараке, описывает, когда Шри Кришна в Мадхури и когда Шри Кришна во Вриндаване. Того, Кришну, Который является Сарва-карана-караном, Того, Кто является причиной сего мироздания, Верховную Божественную, Изначальную Личность Бога. Да, где Он стоит? Ну, Он стоит в Двардаване. Ну, если Он присоединяется к Господь Кришне, Вы имеете очень много, очень много депутатов, но Шримад Бхагават, как они присоединяются к Господь Кришне, они присоединяются к Враджи Гопи. Но это состояние, это тяжелое состояние, это состояние Враджи Гопи. Это состояние Враджи Гопи. Да, это состояние Враджи Гопи, это состояние Враджи Гопи. И в этом стихе говорится о том, что это подарил нам Шри Чайтани Махапрабху. И мы не принимаем никакое иное заключение. Это begin to understand whatります Сри Марта Бхагавата. Но только он может слушаться, когда в Бхагаватах бхазна варасхане, он может асре-дара чатана чаране. Он может принимать тексты от Махабху-деватти, тексты от Махабху-деватти, он может слушаться только от Девы, а не от других. Как, где и от кого слушать Бхагаватам? Бхагаватам — это самое возвышенное Писание. Но всегда нужно учитывать, Он говорит о том, что его нужно слушать от чистых преданных, от Вайшнавов, Глини, Шри, Чайтани, Махапрабху. Только так можно понять истинную сущность Бхагаватам. 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 Все wore oath, по какому-то заб lider? ДоHe Walking in Vietnam, Boge 충wald. При каких-тохотинungen humanosione. На этом месте, два-три дня сразу и не умирают. Бхагаватам, которые не убили ск zastанок. Бхагаватнам. Они вещают действие Бхагаватам. Бхагаватам мои задачи. При Hassan, Pak. ußи properly fi в этот егень. На ниж mentoring с 다хи. Почтение я Sicher на signaling klarage Agrde. Бхагаватам и бхагаватам. чьи-то. Они и сами могут понять Бхагавата. Ахреша говорит, это невозможно. Самая простая аналогия этого, это когда человек в боли, он не может спать долгое время, у него бессонница. Он услышал о том, что вот это лекарство помогает от бессонницы. Если он не посоветуется с врачом, а то как принимать это лекарство, в какой дозе, пойдёт в аптеку, сам купит, и на свой взгляд, сколько ему души понравилось, он примет это лекарство, что с ним будет потом? Он может заснуть навсегда. Да, сфасаннесся, он говорит о гайдер-сабабабах, наваска. Стрима Бхагавад gave экзамбул, как это было мохини. Он gave экзамбул, как это мохини. Когда этот снектар came from this осе, то, что они были сняты. Но в тот момент мохини они раскрылся, и это не так. Демократ, а для демократа, он не может быть от демона. Демократ, он лишь создавал его сяги глаз , но если он не имеет альтерната, демократ. Как вы же Стримадхабхахбата, он имеет лимонныйBC. Только если вы услышите, он не имеет никакого медленного об brightening, он не может быть на муфти, а также разблительную демократа, и он не имеет никакого корма. Истина, сокрытая в Бхагаватам, таинственна и скрыта от чужого глаза. Вот точно так же, когда Нектар Бессмертия забрали себе демоны, тогда Господь принял образ прекрасной женщины Махини, которая просто своим видом очаровал этих демонов. И те привещённые подарили этот Нектар, они поверили каждое её слово. Она сказала, что она одинаково всем его подарит. Они уже ждали этот Нектар с открытым ртом. А Махини лишь сладко улыбалась, подмигивала, а Нектар давала полу-богам, но не демонам. Те получали только её обман, те получали только её иллюзию, те только её улыбки и жесты. Они даже не понимали этого. Вот точно так же Шримад Бхагаватам истина откроется только тем, кого на это изберёт Господь. Он обманет всех остальных. Своим преданным Господь откроется весь в Бхагаватам. Он подарит себя. А тем, кто имеет другие намерения, которые не хотят предаться Вайшнаву, которые не хотят слушать Вайшнавов, которые мучаются от своей собственной гордины, они только получат обманчивые улыбки и исполнение желаний по богатству, социальному положению. Они в результате этого Бхагаватова и много людей получают. богатство, высокое положение в обществе, женщины, деньги и всё остальное, даже мукти. Но они не получают этого сладкого сокровища Бхагаватам. Для того, чтобы здесь получить высшее образование, никто не посмотрит на ваши собственные усилия дома по книжкам. Только если вы проучились хорошо в школе, закончили университет, всегда учили это от профессоров, от тех институтов, которые полностью сертифицированы, вот только тогда они примут в расчёт ваши знания. То же самое касается Бхагавата. Всё должно быть абсолютно под руководством, сертифицировано и авторитетом. Бхагавата говорит о том, что слушатели тоже есть два раза. Один – это очень хороший слушатель, а другой – это не хороший слушатель. Бывает два типа слушателей. Час Махраджи о них расскажет. Да, они говорят, кто хороший слушатель, они подразделяются еще на четыре категории. Да, этот шланг – это шланг. Шланг – это какое-то мясо, а потом шланг – это только мясо, но и оставил его воду. Таким образом, кто хороший слушатель, он только accept любое, любое, плохое, 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 что он оставил. Хороший слушатель подобен лебедю. Лебед способен извлекать лучшее и оставлять бесполезное. Хороший слушатель, он всегда в том, что он слышит, он принимает самое лучшее. И второе – это мясо. Мясо – мясо, 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 мясо. Мясо – мясо, мясо, мясо. Вы видели, что он всегда не смотрел, всегда смотрел. Он всегда смотрел на него, как хороший слушатель, который очень активно смотрел, без проблем, который без проблем, он слушался только один, один, один. Ты знаешь, он никогда не сбил на него. Второй хороший слушатель подобен рыбе. Так, как Маханоч говорит, как рыбы живут в молочном океане, видели ли мы их? Ну, по крайней мере, мы видели рыб в обычной воде. Ой, рыбы никогда не моргают. Хороший слушатель, он подобно этой рыбе, он даже моргать никогда не будет во время харикадхи, не то что спать. Он будет настолько внимателен, что ни одно слово, ни одна мысль, ни одно утверждение не пройдет мимо него. Он все схватит. Да, Дхари – это один рыб, его название – Чатрак. Я не знаю, что он говорит. Чатрак – это один рыб. Его рыб имеет какую-то качество, он никогда не喝ает ни в воде, ни в воде, ни в воде, ни в воде. Он должен найти природа, он всегда скажет пьасахам, 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 и мне кажется, я хочу поймать thirsty, thirsty, water, 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 он всегда не берет пьоганга, не берет пьоганга, в воде. Он очень приятно. Такие слушатели, лучшие слушатели, только кто не слушает в последние годы, в последние годы, не в этом материале и в Глории, не в том, где они идут. Катха, сидите и слушайте. Только они берут в воду свадхина, в последние годы. Это особенная птица-чатака в Индии, которая пьёт только лишь капли дождя во время созвездия свастей. Только лишь когда на небе созвездия свастей, и если в этот момент дождь, только тогда она пьёт дождевую воду. Она не пьёт никакую дождевую воду больше, никакие источники, она не пьёт даже воды Ганги. И её крики, её пение, это как пья-са-гам, пья-са-гам. Похоже на то это, на хинди звучит так. Я хочу пить, пить, пить. Вот также хороший слушатель, он подобен такой птице-чатака. Она очень избирательно подходит к харикатхе. Она не будет так, вот там что-то рассказывает, я пойду послушаю. Нет, хороший слушатель, подобен птице-чатака. Он выбирает только самую лучшую харикатху. Он были на電, Он был такой успевú. Он был оценен pallpeю. Он был вmind. Он был в жаи Он был или п daha это, когда он должен быть. Но он был включен какие-то кроватые и не поправили, полжица нет миллион арбитов arrests. Но он не забывал, что он будет полностью работать. Ops ему является в ценность включающей Vanessa. Он хороший слушатель, он всегда хочет пить Кришна Радхара, и он смотрит в первую очередь. Он знаменитый. Он не будет ходить слушать все эти мирские разговоры, он будет только пить Кришна Катху. А теперь следующий хороший слушатель подобен попугаю, как сказал Махарач на хорошем чистом русском языке. Попугаю есть особое чутье. Он на дереве выберет только самый сладкий плод манго. У него нюх на этом особый. Не знаю, какой птиц нюх, но тем не менее. Когда в Индии все знают, если какое-то манго висит на дереве, это самый лучший плод на этом дереве. Вот такой же попугай, преданный попугай, он знает, где находится самая лучшая. Поэтому его здесь навлечет Кришна Катхе. Четыре плохие слушатели тоже существуют. Четыре плохие слушатели тоже существуют. и не понимают, что это разнообразно. Как этот плохой слушатель, как Кришна Катха знает, как это мандалит пастырь. Он слушает все же. Он не понимает, что это разнообразно, как это разнообразно, и как это материал пастырь. Он не понимает. «Первый плохой слушатель подобен быку. А когда перед ним положили сухую траву, фрукты, ему это все одинаково. Что трава, что фрукты, он будет есть все одинаковым желанием. Если бывают такие слушатели, они что бы они не услышали, они все это поедают безразлично. также второе – ц десятый – он работает в качестве растение Фомандрия – мышц в來XE, что он хочет встречать ранее кон Einstein gitmişи, что Doy ap rewardingся к Т transmission цвет А кришна, кришны, кришна, кришна, кришна – Ахе Кришня, Ахе Кришна – Я хотел пуститься в «торон шманик», «Я хотел слушаться как Вы, просто как Вы как П equilibvalhu regarder, ет 끊 в kolegghiI» – он не захочет слушаться. второй плохой слушатель еще хуже он подобен верблюду верблюда будет отказываться от сочной зеленой свежей листвы ему это не вкусно в этом вкуса не чувствует он будет искать колючки и поострее будет жевать эти колючки прокалывать себе десны язык губы и наслаждаться соком в собственной крови считаю какая вкусная колючка у него во рту вот точно даже плохой слушатель он подобен верблюду он для него сладкая трава то есть харикат ха крышны не вкусно но он ищет сознательно ищет нет мне это не нужно я буду заниматься только лишь мирским как ты там живешь как и у тебя проблема в жизни там кино сериал и все остальное да хари не дали ван бас из ним дукуру здесь is this birthday the himalaya for one you know yeah when you tell something to him he exactly repeated this thing you know but we were doing completely opposite you know complete doing the opposite thing you do like this somebody telling somebody listening but when you're комплектируем оппозиции оппозиции а еще хуже есть слушатель подобен птице бурон тоже не знаю что такое на русском и живет гималая этот бурон этот бурон он может повторить все что вы говорите но будет делать все строго наоборот он услышит одно а сделает все наоборот вот есть тоже такие слушатели они вы этого не сделать если вы не услышали они просто из должны сделать поступить наоборот другие Это небольшой, маленький, маленький. И он всегда смотрит на это. Когда он слушает, то это очень sweet, очень complete. Поговорит все. Поговорит что-то. Поговорит что-то, что-то такое, что-то такое, то это небольшое, что-то такое, то это такое. Это такое. Почему он выполнил? Если кто-то слушает, он сам не слушает. Если кто-то слушает очень внимательно, то всегда он уничтожен. Сидит рядом, всегда он уничтожен. Вот маленький тигр, который вискак охотится, он видит олень. И этот олень заслушался. Вот это самое лучшее время, чтобы на него напасть. Но есть такие слушатели, которые сами невнимательно слушают, и другие не дают тоже. И в этот момент ты только видишь, что кто-то заслушался. Надо обязательно забрать его внимание на себя. Да. Вот это два vil epилегивания. Еще одинesper, французит «бук и мед nutrient João». Годger, брамерни, это бампубные. Бампубные, SALтин 만든 зв parliamentев hayat. Там с дрон, которые слышал, apprenticeship 교75, есть transformation dграм sensors. У него архивный приятловие. Другая, они добавят их внутри. Как такие熱ые звуки, называют рыбакki. Иsch Ivhoًышны, Они пытаются спасать медslut technical PD, Всегда отклоняйте пчели. Пчела может облететь множество цветов и забрать с каждого из них самая сладкая. Точно та же горошь слушанному подобен пчеле. Он может прослушать и из каждой харикадхи получить что-то особое, хорошее. Еще один из плохих слушателей говорит о кардхе. Он говорит, ас, 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 ас. А счастливый случай, something you see here, в India, they are clear here, they are clear there, they are clear here, clear here, clear here place, he carry there nice, nice dal, sabche, sweet. So many things can be clear. But they have never eaten, only eating grasses. Sometimes somebody, some bad listener, he knows so many things but he knows so many things but he don't follow these things. Не чанчивая, не вспомнивая, не арси, он знает что-то, но он не знает все эти вещи. Там самые вкусные, зерно, фрукты, все это, но сами молвы кушают только лишь траву, которую они собирают по Таройке. Так вот плохие слушатели, даже когда они прослушают Бхагаватам, даже когда они понимают это и несут это на своей спине, все равно будут есть сухую траву. Они все равно не будут применять это в своей жизни. Да, так как говорится, есть еще три типа. Один – сота, один – сарата, один – срота. Сота, сарата, сота. Есть еще три типа. Сота, сарата, сона, сота. Да. Сота – это значит? Сотва – это значит? Некоторые слушатели они приходят и сидят, они думают, где можно сидеть очень хорошо, и очень слабо. Они смотрят, 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 сидят, 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 и они смотрят, где они смотрят, где я смотрю очень хорошо. Сота – это сидят. Первый нехороший слушатель — это тот, который просто ищет место, где бы поудобнее устроиться, чтобы хорошо поспать, просто отвлечься от своей жизни. Вот так он ищет место поспать. Харикатха для этого подходит. Он подходит под категорию соты. Один — это Шаротха. Шаротха — это тот, который слушает и принимает это всё. И другой — это Шаротха. Шаротха — это тот, который приходит, прослушает и везде найдёт такое, такие недостатки. У него просто взгляд только на это и падает. И существует четыре вида катхин. Один — это Садди, один — это Раджасик, один — это Тамасик и один — это Нирбор. То есть это катха — это повествование в полном невежестве. Тамасик. Катха смешанная с материальными страстями. Это Раджасик. Катха смешанная с благостью этого материального мира. Саддвиг. И катха, которая абсолютно трансцендентна. То есть она абсолютно духовна. Откуда трансцендентна. Здесь сказать тамасик. Тамасик. Катха, которая говорит, что кто знает? О, какой-то человек говорит, окей. Такие оправды. Я знаю, что в Индии есть 7 дней, или «Эни-хоу» 7 дней. Когда иногда встречаются, иногда встречаются, иногда сидят, иногда выходят, «Эни-хоу», «Северные дни не слушают, как они спят 7 дней, это «Тама-свикатхады-свикатхи». Когда человек приходит для того, чтобы нужно это сделать, нужно потратить сейчас свое время. Время у меня есть, и потом пойду и потрачу его там. Он посидит послушать, посмотрит по сторонам, потом пойдет погулять, потом идет, надо еще посидеть, послушать. Он просто проводит свое время. Раджа-сих, Раджа-сих, когда он присутствует, очень крупно, приглашается, каждый приходит, «Катха-катха-гои», «Хари-катха-кришна-спасха-гои». Но вы знаете, что происходит? Он присутствует и присутствует, он присутствует и присутствует, он присутствует, но не слушает очень хорошо, рассказывает о Раджа-сих-катхахе. Раджа-сих, не любит личного, и не такого страстного, что ли, такого, буйного и невнимательного. В том случае, когда человек свои силы дает на организацию этой Катхеи, но совсем пропускает ее сам. Сам он ее не слушает. Он ее старается организовать для других, а сам для себя ее не слушает. Это Катха-браджа-сих. И саттвик — это один месяц, два месяца, иногда они слушают, и после того, не понимая связь с Катхой. Да, но это ниргун. Это реальная Катха, ниргун-катха. Самое редкое — это Катха-бхагаватам ниргун. Да, это ниттям-бхагавата-сива. Он говорит, что каждый день, ты будешь в wake-up, будешь в духовке, будешь в бах, будешь в тилах, будешь в мангаларате, каждый день, каждый день, каждый день, Самакиртан, каждый день, читая Бхагавад и Бхагавад-гитт, вся Бхакти-скриптур. Это Бхакти, это Бхакти, это его лично. Бхагавата, он лично, каждый день, читая, каждый день, это Бхагават-гитт. Это Бхагавата. И вот в этой Катьхе, когда его сознание в этом, он служит ему вечно. Её могут совершать только лишь преданные, которые встаёт рано, говорит Махарач, которые ставят тилы, которые совершают мангала-арати, а потом обходят вокруг Туласи, а потом начинают служить Бхагаватам. Вот только преданные могут совершать, погружать своё сознание в трансиминерную Катьху Бхагаватам. хребр rāma-ari-rāma-ari-rāma-rāma-rāma-rāma-ria-hare, Hare-krtya-karma-arē, Hare-krtshār-krtana-arma-rāma-rāma-rāma-rāma-rare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Редактор субтитров Неск 248 раз – Ваши милые, скажите пожалуйста, куда взять капельку нектара, Как заразиться этим? Подскажите, пожалуйста, чем начать мне. Я хочу получать одну ложку Мерси от Кришна, одну ложку только. Как я начну получать эту ложку? Да, это чанты, это Кали-гю, это священное название. Бхагават Кали-гюшда, Раса-гюшда, Нама-чинта-мани-кришна-чайтанья-раса-викраха-пурна-судда-никта-мукта-абирна-твата-нама-намена. Это слога Стрима-бхагавата, это слога. Он говорит, что Кали-гюшда, это священное название, это Нектар, это Дея. Если больше, чем Кришна, Нектар, это Брэджан, это Кришна священное название. Если вы чуете этот священное название, прати-бадам-пурна-мрита-асваданам, каждый степь-степь вы можете получить тест этого Кришна-батираса. Бхагаватам говорит, когда мы примем святое имя Кришны как чинтамани, как камень, исполняющий желания, в нём сокрыта вся сладость. Махараджи говорит, в нём даже больше сладости, чем в Кришне. Когда мы примем это святое имя в свою жизнь как чинтамани, как смысл своей жизни, тогда эти капли польются. История Хри-кришна 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 Махараджи, Вы сказали, что в Шива Лука нет Бхагават-кадха, но первый Бхагаватам сказал Шива Парвати, так что это не было в Шива Лука, это было. Это место называется Амарнат. Это место, который находится в этом материальном мире. Если вы хотите идти, вы можете идти туда. Некоторые люди идут, индивидуальные. Они также рассказывали, что он scalar в Шива Лука. Деми-гардиа говорит о боге, В одиннадцатой песне Шимадбхова там описана молитва полубогов, где они просят Господа о том, чтобы родить на земле и слушать от преданных. Почему в других местах нет этой катхи? Потому что преданные, которые могут давать эту катху, открыть Бхагавад, приходят только сюда. В Бхагавад в Бхагаваде, в Бхагаваде, подбопуранте, мы сделали парикет Махарады, приходит к его правилам. И отнесли его чарит и прямо к Бхаши, Бхуру, Бхуру, Моха, Джана, Тапа, Сакталу, Красс и он прямо прямо к Бхархам. И на Бхармаха будет удивительно. Бхарикадхи – это очень мощный. Только когда читал, прямо к Бхархам, чарит, прямо к Бхархам. Когда Бхарикшит Махарадж прослушал весь Бхархам в течение семи дней, Шукадева Госвами, то сам Брама увидит, что за ним пришел воздушный корабль. Парикшит Махарач превратился в прекрасную, чаровательную гопи, божественную гопи. Он зашел на эту колесницу и отправился в духовный мир. Он был просто поражен могуществом. Что может эта Харикадха? И эта колесница, Брама видела, что она поднимается через все высшие планетные системы, он стремляется сюда, куда его зор просто недоступен. Брама, он удивился. Теперь он приводит на каникулы, ты понимаешь, он приводит в каникулы, а сейчас он brings весь рамкий парень, все типи, как Carmela, он приводит каждый вид. Откétait, как парнии, этот иначе он ... В общем, он собирает праздник, а надо было с Новым годом. Он сам передать к старшим,